Футболисты Барнаульского Динамо встретятся в рамках 1.32 Кубка России с командой ФНЛ Томской Томью. Эта игра состоится в Барнауле 22 августа. Об этом стало известно накануне во время жеребьевки. В эфире «Спортивный клуб». Меня зовут Дмитрий Гладких. Смотрите сегодня в выпуске. Потопили речников и прошли дальше. Барнаульские динамовцы вышли в 1.32 Финала Кубка России по футболу. Первые в Пловдиве. Алтайский гребец Артем Пискун победитель первенства мира по гребле на байдарках и каное среди юношей до 23 лет. В шаге от медалей. Воспитанник алтайского баскетбола Александр Пятенев в составе сборной России занял 4 место на первенстве Европы до 18 лет. Сергей Шубенков выступит на чемпионате Европы по легкой атлетике сразу в полуфинале. Воспитанник алтайского баскетбола Александр Пятенев в составе сборной России занял 4 место на первенстве Европы. Подробности в новостях Федерации у Анастасии Романовой. Анастасия Романова Один матч вели в счете и контролировали ход игры, но во второй половине упустили преимущество и уступили сопернику 70-79. На счету Александра Пятенева в этом матче 4 очка. Первое место в итоге заняла команда Сербии. Серебряные медали первенства у хозяйки соревнований Латвии. Чемпионат Европы по легкой атлетике стартовал в Берлине 6 августа. В составе сборной страны в нем принимают участие алтайские легкоатлеты Сергей Шубенков. Он выступит в беге на 110 метров с барьерами и Полина Миллер, которая пробежит 400 метров. По регламенту чемпионата спортсмены, входящие в топ-12 европейского рейтинга сезона на спринтерских дистанциях, пропускают забеги первого круга и напрямую выходят в полуфиналы. Таким образом, Сергей Шубенков начнет соревнования в Берлине с этой стадии. Напомним, в этом сезоне спортсмен установил рекорд России, пробежав за 12,92 секунды. Пока это лучший результат 2018 года в мире. В Новосибирске завершили соревнования отличники войсковой разведки. Они проводились в рамках армейских международных игр 2018. Участие в них приняли 8 стран. Эстафету с полосой препятствий выиграла команда военно-спортивного клуба «Борец» из Барнаула. Кроме того, воспитанники этого клуба Дмитрий Оськин, Тимофей Кобзев и Дмитрий Елагин завоевали серебро. В общем зачете «Борец» стал первым. Антон Олейников из Барнаульского военно-патриотического клуба «Сибирь» стал победителем задания на тропе разведчика. В краевом шахматном клубе завершился шестой рейтинговый турнир «Мемориал Василия Лепихина». В соревнованиях приняли участие более 60 шахматистов из 9 сибирских регионов. Победителем стал томич Валерий Сверидов. Он набрал 8,5 очков из 9 максимально возможных. Лучшие представители Алтайского края Артур Сухов, Андрей Сусляков и Виктория Лоскутова заняли четвертую, пятую и шестую строчки итоговой таблицы. В женском зачете барнаульская школьница Виктория Лоскутова стала чемпионом. На втором месте студентка Алтайского государственного технического университета Дарья Ануфриенко. У ветеранов лучшим стал Юрий Разговоров. Второе место у Владимира Быковских. Оба шахматиста – представители Алтайского края. Настоящий футбольный триллер устроили игроки барнаульского «Динамо» и омского «РТШ» в рамках одной 64-й Кубка России по футболу. Определить победителя удалось лишь в серии после матчевых пенальти. О том, кто прошел дальше и как развивались события в центральном сюжете выпуска. «Динамо» «Были немножко, если честно, опасения, что будет совсем трудно. Плюс «РТШ» – это не тот «РТШ», который был в прошлом году. Там много опытных пацанов пришло, которые прошли даже премьер-лигу ФНЛ». Первый кубковой матч наша команда должна была проводить в Новокузнецке. Но из-за отсутствия лицензии у стадиона «Металлург» барнаульцы автоматически прошли в 1-64-ю розыгрыша. Так что для обеих команд эта встреча была первой в сезоне. В «РТШ» тоже не обошлось без кардинальных мер. Команду возглавил известный специалист Владимир Арайс. Под его руководством «Омский клуб» выходил в ФНЛ в 2009 году. Обновился и состав. К речникам из «Читы» пришел Андрей Разборов. Один из лучших нападающих зоны «Восток». А также опытные защитники, поигравшие на более высоком уровне – Владимир Пономарев и Александр Масловский. Игроки, пришедшие в команду, как говорят в таких случаях, под задачу. Тот состав, который сегодня подобран, ребята, все горят желанием изменить ситуацию в городе, выступить успешно. И поэтому будем работать, трудиться и двигаться дальше от тура к туру, от матча к матчу. Встреча началась с небольшим преимуществом хозяев, но постепенно речники сумели выровнять положение дел на поле. Барнаульцы старались чаще атаковать флангами, используя в основном верховые подачи в штрафную гостей. В первом тайме у мячей был хороший шанс открыть счет, но выход практически один на один с Богданом Корюкиным реализовать не удалось. В стартовые 45 минут болельщики так и не увидели забитых мячей. На 67-й минуте динамовцы заработали право пробиться 11-метровой отметки. К мячу подошел Константин Погребан и хладнокровно реализовал пенальти. Правда, радость алтайских футболистов была недолгой. Уже через 5 минут полузащитник Речников Илья Берковский счет сравнял. В оставшееся основное и дополнительное время командам не удалось выявить победителя. Предстояло провести серию пенальти. Шанс проявить себя в футбольной лотерее Сергей Шишкин предоставил вратарю Антону Трубину, для которого выход на поле стал дебютным в составе «Белоголубых». Мы вчера, скажем так, немножко после нашей предыгровой тренировки, для себя попробовали побить пенальти. Каждый по три раза били. И Трубин очень хорошо на этих пенальтих выглядел. Как-то он легко так это все исполнял. Понятно, что человек, скажем так, это его дебют же был. Он вообще еще ни разу не играл. Ну вот мы его сразу, можно сказать, в бой запустили. И человек действительно был готов он почему-то к пенальти. Вот прямо по нему видно было еще вчера. Уже в первой попытке барнаулиц Иван Житников был точен. А вот амич Антон Багаев пробил мимо ворот. Далее у хозяев отличился Сергей Нестеренко. Переиграть Антона Трубина во второй попытке своей команды не смог Станислав Юдов. Вратарь «Динамо» угадал направление полета мяча и сумел его отбить. Далее у «Белоголубых» отличились Максим Полковников и Константин Погребан. Как итог 4-1 в серии пенальти. Барнаульцы идут дальше. Теперь в 1.32 финала наш коллектив ждет команды из ФНЛ. Встреча в рамках этой стадии розыгрыша Кубка России пройдет в Барнауле 22 августа. Соперником подопечных Сергея Шишкина станет Томская Томь. Первенство мира по гребле на байдарках и каное среди юношей и спортсменов до 23 лет завершилось накануне в болгарском Пловдиве. В нем участвовали гребцы из 67 стран. Воспитанник спортивной школы по гребле на байдарках и каное имени Константина Костенко Артем Пискун стал победителем турнира в каное четверки на дистанции 500 метров. Старт российской каное четверки на 500 метров в финале первенства мира по гребле на байдарках и каное среди юношей до 19 лет вызвал бурю положительных эмоций. Да, россиян видели в числе призеров, но рассчитывать на первое место, когда в соперниках сильнейшие гребцы по своему возрасту из Украины, Германии, Испании было лишь в мечтах. Уверенно лидируя по ходу всей дистанции, Сергей Немов, Кирилл Романов, Михаил Егоров и воспитанник школы имени Константина Костенко, наш Артем Пискун, не позволили конкурентам обогнать себя и стали победителями этих престижных мировых соревнований. Эмоции переполняли в течение двух дней, потому что ждали результат, надеялись. Ну, как бы, что такой результат был, мы вообще не ожидали, думали хотя бы в призы попал. Просто был классный результат. Все были в эфории, два дня ходили, как летали просто на крыльях. В истории краевого грибного спорта это первый серьезный результат, но, как уверяют тренеры, точно не последний. Артем Пискун своим примером наглядно показал, что и на Алтае есть все условия, чтобы добиваться самых высоких результатов в гребле на байдарках и каное. Став первым победителем соревнований такого уровня среди юношей за всю историю спортшколы имени Константина Костенко, спортсмен и не думает останавливаться на достигнутом. Подготовка к сезону у алтайского грибца была насыщенной. Первый тур отбора в сборную Артем прошел осенью. Позже всю зиму тренировался с юниорской сборной страны. В начале апреля на всероссийских соревнованиях юниоров в Краснодаре он стал третьим в одиночном коное на дистанции 1000 метров. А уже в мае чемпион с будущими партнерами по команде выиграл 500 метров на первенстве России и завоевал бронзу в коное-одиночке на дистанции 200 метров. Это позволило отобраться на международные соревнования. Уже на первенстве Европы в Италии россияне показали хороший результат, став серебряными призерами, пропустив вперед только украинскую четверку. На мире Артем вместе со своими партнерами смогли взять реванш и раскрыть весь свой потенциал. На Европе прежде всего были маленько не те составы, то есть там иногда привозят второй состав. Были как бы и германцы, мы думали, украинцы. Испания, другой состав, венгрия. Ну то есть, ну да, намного сильнее были на мире соперники, но мы тоже были хорошо готовы. В Барнауле спортсмен пробудет неделю, а дальше у Артема Пескуна очередные старты. Ближайшее первенство России. Оно пройдет в Саратове с 12 по 18 августа. На этих соревнованиях алтайский спортсмен планирует выступить в нескольких видах программы. Одиночки на 200 и 1000 метров и 500 в двойке. Скорость и меткость. Летний кубок по биатлону среди ветеранов прошел в краевой столице. Лучшие атлеты со всей страны соревновались на лыжно-биатлонном комплексе Алтайского училища Олимпийского резерва. Наблюдал за ними Вадим Слюсарев. Когда-то они представляли страну на международных соревнованиях высочайшего уровня. Сейчас они борются между собой, но не с меньшим энтузиазмом. Летний кубок по биатлону среди ветеранов проходит в Барнауле уже в седьмой раз. И с каждым годом уровень соревнований только растет. Организация соревнований на самом высоком уровне. Потому что по ветеранам проводят и другие города. Но у нас один из самых высоких уровней. А тем более еще Белокуриха-2 у нас в перспективе. Я думаю, зимние соревнования именно будем проводить на той площадке. Я думаю, мы их приятно всех удивим. В этом году за призы боролись более 70 стреляющих лыжников из 19 городов страны. География турнира от Иркутска до Санкт-Петербурга. Биатлонисты выясняли, кто сильнейший в четырех группах. Самая возрастная от 60 лет и старше. Соревнования проводятся по правилам Союза биатлонистов России. Диаметры мишеней и способы стрельбы по ним, дистанция стрельбы, она остается та же, что и у действующих молодых спортсменов. Поэтому в этом плане никаких поблажек нет. Кубок прошел в три дня. В первый биатлонисты соревновались в индивидуальной гонке, во второй – спринт. А финальный день турнира завершался традиционной эстафетой. Предугадать победителей в каждом забеге практически невозможно. Если брать группу, то, ну допустим, в группе есть 10, ну скажем так, претендентов на первое место. И каждый из 10 человек может занять первое место. Потому что здесь все зависит от стрельбы. Тут фаворитов сложно назвать. Фаворитов можно узнать только после финиша этих соревнований. Подтверждение этих слов – финальный огневой рубеж эстафетной гонки. Второе и третье места между собой разыгрывали первая и вторая сборные Алтайского края. Сергей Рыбин из второго состава допустил два промаха и ушел на штрафные круги. Тем временем Иван Лыжин отстрелялся без ошибок и вывел свою команду на второе место. Ну а самыми быстрыми уже второй год подряд в командной гонке оказались томичи. На первом этапе Сергей Красный смог оторваться от ближайших преследователей на две минуты. А его партнеры удержали преимущество. Мы уже обиделись. Два дня ничего не получилось. Нужно было последний шанс. Вот мы его использовали все. По-своему я чуть-чуть по-другому немножко получил. Получше стрельба. Ну вот у ребят стрельбы немножко не получилось. Сзади за мной ребята. Вот тоже ваши, как говорится, земляки немножко настреляли сразу на первом этапе. И вот так и получилось. Первенство ветеранов по биатлону на Алтайской земле стало доброй традицией, которая будет продолжаться. Быстрейшие из биатлонистов выиграли ценные призы от спонсоров. Ну а следующие соревнования пройдут уже через полгода. И там те, кому в этот раз не повезло, постараются реабилитироваться уже на зимнем кубке. Вадим Слюсарев, Алексей Шаульский. Спортивный клуб. И на сегодня у меня все. Уже с 9 августа в селе Завьялово стартует один из самых массовых спортивных праздников региона. Юбилейная 40-я летняя олимпиада сельских спортсменов Алтайского края. Наша съемочная группа в течение нескольких дней будет работать на спортивных площадках. О подробности, как всегда, вы сможете узнать в эфире нашего телеканала и в программе «Спортивный клуб» ровно через одну неделю. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин